Мы были в подвале, а дочь я не успел. И батька, как вы знаете, повертается с этим поднятыми руками до меня, и он... Сколько мирных граждан Украины уже погибли в результате нападения России? В этом видео мы объясним, что значит цифры, которые публикует Организация Объединенных Наций, а вы сами себе представите масштаб беды, которую принесли на украинскую землю российские власти и российские военные. Когда началась война, мне было 5 лет. Сейчас мне уже 14. Ты можешь себе представить мир, по-другому? Я могу, но хочется, если честно, это почувствовать. Давайте начнем с 2014 года, когда Россия сначала якобы без жертв аннексировала Крым, а затем начала гибридную войну на востоке Украины. Нет войны! Нет войны! Первые мирные граждане и первые украинские военные были убиты именно в Крыму, после чего в апреле вооруженные люди под руководством российского офицера Игоря Гиркина захватили Славянск. Вот пи***! Снимать указь, я снимаю. В ответ украинские власти объявили о начале антитеррористической операции. То, что Россия вовлечена в войну на востоке Украины, в конце концов даже Путин признал в 2015 году, когда украинцы взяли в плен российских военных. Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но давайте подробно о жертвах среди мирных жителей. Организации Объединенных Наций удалось верифицировать 3404 случая гибели гражданских лиц во время войны на востоке Украины в период с 14 апреля 2014 года до 31 декабря 2021 года. Причем более 3000 мирных жителей погибли в первые два года войны. Важно понимать, что 3404 погибших гражданских за 8 лет – это жертвы военных действий, которые вели обе стороны на востоке Украины. В эту цифру включены 298 человек, находившихся на борту малайзийского «Боинга», сбитого с территории, которую контролировали российские гибридные формирования. Суд в Гааге установил, что сбили самолет при помощи комплекса «Бук», который приехал из России и туда же спешно вернулся после трагедии. Это, конечно же, далеко не единственный раз, когда на Донбассе люди гибли именно от российских снарядов. Например, обстрел Мариуполя с территории так называемой ДНР в 2015 году унес жизни как минимум 30 жителей города. Расследователи из проекта «Беллингкэт» доказали, что обстрел осуществлялся установками «Град» и «Ураган», которые приехали из России, а руководили обстрелом российские офицеры. Тем временем российская пропаганда в гибели мирных жителей обвиняет исключительно так называемый «киевский режим». Да и цифры озвучиваются совсем другие. Послушайте, но люди на Донбассе – это не бродящие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время, за эти годы. Цифра 14 тысяч погибших за 8 лет на самом деле есть в отчетах ООН. Но она включает как мирных граждан, так и погибших военных с обеих сторон, в том числе около 4,5 тысяч украинских военнослужащих. Но оставим Путина за кадром и запомним цифру – 3404 погибших гражданских за 8 лет. Глава миссии ООН в Украине Матильда Богнер в разговоре с настоящим временем сказала следующее. Да, с 2014 по конец 2021 года мы задокументировали около 3400 смертей. И мы считаем, что эта цифра более-менее точная. Почему важно, что эта цифра более-менее точная? Потому что сейчас мы будем говорить о цифрах ООН относительно жертв среди гражданских за время полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. На 17 апреля 2023 года, то есть почти за 14 месяцев большой войны, ООН подтвердило 8534 случая гибели гражданских. Но в каждом обновлении указывается, что данные далеки от реальных. Почему? Во-первых, процесс проверки информации о гибели человека до его внесения в статистику может занимать месяцы. Некоторые случаи мы можем подтвердить довольно быстро, в тот самый день. Особенно если это территория, куда у нас есть доступ. Если это произошло там, где уже, возможно, документировали журналисты, местные власти. В других случаях этот процесс может занимать месяцы. Второй важный момент. Россия не пускает сотрудников миссии ООН на украинские территории, которые находятся под российской оккупацией. То есть собрать данные, например, из Мариуполя, Северодонецка, Попасной или Лисичанска крайне сложно. Не говоря уже о линии фронта. Десятки населенных пунктов в Украине практически стерты с лица земли. Сколько людей там погибли, и какова была формальная причина их смерти, этого мы можем никогда не узнать. Наиболее сложно с зонами активных боевых действий, куда у нас нет доступа. У нас может не быть доступа, так как там небезопасно. Может не быть доступа, потому что сначала небезопасно, а потом эту зону контролирует Российская Федерация, которая не пускает нас на оккупированные украинские территории. Например, Мариуполь для нас – самое сложное место в плане получения точных цифр. Собрать точные данные о погибших, установить их личности – это, наверное, было бы очень сложно сделать, даже если бы мы сейчас получили доступ. Многие места гибели людей расчищены, тела захоронены. Восстановить полную картину тех событий непросто. И вот мы подошли к еще одной важной детали. В статистику ООН не входят непрямые жертвы военных действий, то есть люди, которые умерли не от попадания пули или осколка снаряда, а от созданных войной условий. Есть также люди, которые умирают не напрямую от военных действий, а от отсутствия доступа к медицинскому обслуживанию, или отсутствия еды и воды, или других очень сильных нагрузок на здоровье. Непрямые жертвы военных действий не включаются в нашу статистику, нет. Мы сделали оценку непрямых жертв военных действий в Мариуполе. Мы считаем, что это цифра от полутора тысяч до двух тысяч человек. К цифрам из Мариуполя мы вернемся чуть позже. А сейчас еще один важный момент. Кого ООН считает гражданским, а кого уже участником военных действий? Если человек, скажем, передавал украинской армии координаты российской военной техники, то он, вероятно, не будет включен в статистику Организации Объединенных Наций. Если у вас есть формальные отношения с вооруженными силами, и вы помогаете им в том, как они ведут боевые действия, тогда, я думаю, мы не будем считать вас гражданским. Если у вас нет формальных отношений с армией, и вы помогаете как бы иногда в той или иной форме, то нам надо очень пристально рассмотреть этот конкретный случай. Но определенно оказание значительной поддержки вооруженным силам, которая помогает вести боевые действия, может означать, что вы теряете ваш статус гражданского человека. Надо понимать, что сбором информации по погибшим, ее проверкой, уточнением всех данных в ООН занимается не так много людей. У нас есть команды, которые работают в разных областях Украины. Это около 40 человек. Они не занимаются только жертвами. Они документируют все нарушения прав человека. И есть маленькая команда в Киеве, 2-3 человека, которые занимаются только жертвами среди гражданских. Итак, вернемся к Мариуполю. Как мы уже знаем, у Организации Объединенных Наций нет доступа в этот украинский город, оккупированный Россией. Сколько же погибших в Мариуполе гражданских удалось верифицировать ООН спустя год после начала полномасштабного вторжения России в Украину? Мы подтвердили примерно 2 тысячи смертей в Мариуполе. Мы считаем, что реальные цифры гораздо выше. Но, по нашим оценкам, это не десятки тысяч. Мы считаем, что меньше. Это может быть около 7-8 тысяч. Для сравнения, мэр украинского Мариуполя Вадим Бойченко на вопрос о количестве погибших гражданских в этом некогда почти полумиллионном городе назвал следующую цифру – 22 тысячи человек. Подведем итог. По состоянию на апрель 2023 года ООН подтвердила гибель более 8,5 тысяч гражданских лиц в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Непрямые жертвы войны не входят в эту цифру. Сюда также не включены те, кто активно помогал ВСУ защищать свою страну от агрессии. ООН не может сделать подсчеты на оккупированных Россией территориях, так как Россия отказывает в доступе. Сбором информации занимается сравнительно небольшое количество людей. Процесс верификации данных может длиться месяцы. А в местах, где велись масштабные боевые действия, реальные цифры погибших гражданских, мы можем вообще никогда не узнать. В этом видео мы не говорили о раненых и пропавших без вести. Не говорили о депортированных в Россию украинских детях, которых российские власти, по их же заявлениям, намереваются лишить украинской идентичности. Не говорили о мирных гражданах, которые, когда на их страну напали, записались в терроборону и погибли. С точки зрения статистики, они считаются военными. Не говорили мы о насильно мобилизованных жителях, оккупированных Россией регионов, которых бросили воевать против украинцев. Не говорили о беженцах и нерожденных из-за войны детях. Не говорили о том, что в результате нападения России граждане Украины продолжают гибнуть каждый день.